Всего за неделю в Армавире и его окрестностях произошло 34 дорожно-транспортных происшествия. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. На видео, которое прислали пользователи портала городармавир.ру, последствия лобового столкновения Ниссан и грузовика на ФАД «Кавказ», которое произошло 15 декабря. Авария произошла сегодня в 8.30 утра на автодороге Кавказ, 167-й километр. По предварительным данным, водитель автомобиля Ниссан выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с встречным автомобилем МАН с полуприцепом. В результате ДТП погиб водитель автомобиля Ниссан и пассажирка, женщина, которая находилась в Ниссане на пассажирском сидении. Весь Армавир следит за судьбой участника перестрелки в ресторане «Астория», который подозревается в убийстве двух человек. Кадры задержания посетители разместили в рубрике «Фотофакт». Напомним, что в начале декабря Мухтара Малсюгенова нашли в хуторе Раздольном и отправили под арест. Расследование громкого дела продолжается. Жительница Армавира предупреждает горожан о новом способе мошенничества. Анна чуть не попалась на предложение провести корпоратив якобы в ГИБДД. Для организации праздника необходимо было приобрести дорогой коньяк и пополнить счета мобильных телефонов. Обман скрылся, когда женщина встретила еще одну девушку, получившую такое же предложение. Свою историю она подробно описала в рубрике «Горячая линия». Нужна бесплатная консультация опытного юриста? Тогда обращайтесь в раздел «Спроси адвоката». Виктория Вашурина, член Армавирской коллегии адвокатов номер один, ответит на ваши вопросы. Так Виктория пояснила, как физическому лицу объявить себя банкротом. Необходимо собрать документы, это кредитный договор, справку о нетрудоспособности, последние движения по счетам. Также стоит написать заявление в банк с информацией о том, что вы не можете оплачивать кредит. Кроме того, адвокат напомнила, что при расселении аварийного дома положено равнозначное жилье. Исключение составляют горожане, которые ранее стояли на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Кто хочет получить ценные призы от партнеров с сайта городармавир.ру? Конечно же, участники конкурса «Я и моя семья». На портале продолжается зрительское голосование. Пользователи и жюри определят победителей и призеров самыми яркими семейными фотографиями. Отдать предпочтение лучшим конкурсантам можно до 25 декабря. Инна Лепеткина, Евгений Халманский, Служба информации, телеканал АРН-ТВ, Армавир.